Я просто обожаю работать с быстрыми клавишами. Недавно я узнал о методике, которая позволяет развить навыки работы с быстрыми клавишами. Она называется «Инвестируйте в свое время». И это действительно эффективная методика. В долгосрочной перспективе, работая с быстрыми клавишами, вы сэкономите кучу времени и нервов. Инвестируйте в свое время. Звучит не особо привлекательно, правда? В этом видео мы поработаем с кистью. Наша цель – пройти лабиринт, который я приготовил для вас. Надеюсь, так вам будет намного интереснее учиться работе с горячими клавишами. Если вы не знакомы с основными сочетаниями клавиш для работы с кистью, то посмотрите урок Digital Painting 101. Я прикрепил его к концу поста. Я же буду исходить из того, что вы знаете эти горячие клавиши. Чтобы пройти этот лабиринт, вам нужно рисовать аккуратно и использовать сочетание клавиш. Начнем с того, что увеличим масштаб и нажмем Tab, чтобы спрятать панель с инструментами. С этого момента работаем только с клавиатурой. В первой половине лабиринта мне нужно будет использовать кисть того же цвета и диаметра, что и в образце. Выбираю обычную круглую кисть. Выбираю пипетки цвет и затем выбираю при помощи горячих клавиш клавиатуры. Диаметр. Вот на этом прямом участке я могу протянуть линию, зажав Shift. Главное протянуть ее вертикально. Теперь я выберу новый цвет. Увеличиваю кисть и снова зажимаю Shift, чтобы протянуть горизонтальную прямую линию. И затем делаю новый мазок, тщательно прорисовываю эту кривую. Я опять выбираю новый цвет, уменьшаю размер кисти, зажимаю Shift, протягиваю линию горизонтально, а потом вертикально. И снова зажимаю Shift. Затем тщательно прорисовываю эту кривую. Использую Alt, меняю цвет и рисую кривую дальше. Диаметр не меняется. И снова прямой участок. Используем Shift. Выбираем новый цвет. Диаметр тут куда больше предыдущего. Доходим до угла и протягиваем линию немного вверх, зажав Shift. Выбираем новый цвет. Диаметр еще больше. Новый цвет. Диаметр уменьшился. И вновь меняем цвет. Диаметр стал еще меньше. Вот опять новый цвет. Диаметр стал больше. Заметьте, что передвигаю экран при помощи Space. Эта клавиша позволяет мне увеличивать масштаб и перемещаться по полотну. И тут переключусь на черный цвет. Это упражнение похоже на детскую головоломку, в которой нужно чертить линии от точки к точке. Используйте мышь и Shift, чтобы рисовать прямые линии. Щелчок и Shift. Щелчок. Снова и снова. Используйте Space, чтобы передвигаться влево или вправо. Я рисую по номерам 8, 9, 10, 11, 12. Все по порядку. И вот мы пришли к самому началу. Конечно, то, что я создал не рисунок. Но это все равно, что разминка пианиста перед выступлением. Или отработка пассов у футболистов. Это просто работа над основополагающими навыками. И мне кажется, что быстрые клавиши станут приносить результат только тогда, когда вы станете работать с ними автоматически и не задумываясь. Эти клавиши – часть процесса рисования. И если вы освоитесь с клавишами, то станете рисовать куда лучше, так как сможете сосредоточиться на творческой составляющей работы. Поэтому я думаю, что разминки и упражнения типа этого – отличный способ развить мышечную память. Приучите себя пользоваться быстрыми клавишами. Вы можете попробовать делать 2-3 круга по этому лабиринту перед тем, как начать рисовать. И затем один-два круга после того, как закончите работу. Это поможет вам привыкнуть к работе с клавиатурой. Так что загрузите шаблон в конце страницы и приступайте к работе. Спасибо за внимание. Продолжение следует...